Здравствуйте, уважаемые друзья! Вчера, 4 октября, прошло тестирование системы оповещения в двух странах, в России и в США. Причем многие обратили внимание на то, что это не может быть простым совпадением. Две ядерные света, державы, которые когда-то держали противостояние в холодной войне, вдруг в один день проводят масштабное тестирование систем оповещения. Я лично ничего не слышала в Москве, в своем районе вчера, но вот сегодня какой-то гул я слышу уже в течение часа, пока гуляю на Крылатских холмах. Мне написали, что слышали сирены в Подмосковье, из других городов мне сбрасывали видео с воем сирен. Но многие почему-то считают, пишут мне в комментариях, что это просто отвлечение внимания, ничего не будет, тем более реального ядерного удара и вообще ядерное оружие не существует. Насчет существования ядерного оружия это вообще отдельная тема. Я тоже считаю, что реальный ядерный удар они делать вряд ли будут. Скорее всего, просто это все идет к тому, что в ближайшее время нас ждет новая эскалация боевых действий, тем более, что мы постоянно получаем информацию о закручивании гаек в плане постановки на учет военкоматы, предоставлении информации о людях призывного возраста. Вчера, например, я прочитала, что теперь и частные медицинские клиники обяжут предоставлять информацию о пациентах в военкоматы. С 1 октября вступили новые штрафы для юридических лиц за непредоставление информации о сотрудниках призывного возраста. Поэтому, друзья, к сожалению, войну в ближайшее время, я думаю, никто прекращать не будет, хотя нам постоянно говорят о том, что делаются какие-то попытки в сторону мирных переговоров, но реально ничего такого не происходит. Мы видим, что поднимают и налоги, и поборы различные для граждан, потому что понятно, что войну оплачивают за счет населения. И сегодня мне сбросили пост в Телеграм-канале, что в следующем году траты на здравоохранение сократятся чуть ли не на 300 миллиардов. Да, потому что в бюджете огромная дыра, потому что очень дорого обходится война, потому что, в принципе, идет финансовый кризис и массовое обнищание. Так что я не думаю, что будет улучшение в ближайшее время, улучшение в плане положения для простых людей. Тем более, что, как мы и говорили, они снова запускают, ну, по крайней мере, пытаются запустить с кандемией 2.0. И, как и ожидалось, ввели тряпочный режим. Позавчера я была в госучреждениях, и уже в 2 места меня не пускали без тряпки. Тряпку выдавали на входе, ну, соответственно, на прием без тряпки уже не попасть. То есть, если хочешь решить какой-то вопрос, нужно либо бодаться насчет тряпки, и тебя просто выгонят, либо нужно снова надевать эти тряпки. Друзья, так что, я думаю, стоит скоро ожидать каких-нибудь QR-кодов в транспорте, тряпок в транспорте, штрафов и так далее. То, чем им так легко и приятно заниматься. Ну, а нам подогнали новый субвариант. Причем я хочу обратить еще раз ваше внимание на эти странные названия. То есть, в принципе, уже 2 года назад нам ввели понятие омикрона. И мы с вами обсуждали, что это на самом деле отсылка, это название, это отсылка к микроволнам. И вот у этого омикрона есть, идут разные субварианты. Год назад это был Кракен, и это была отсылка к войне. Мы с вами это разбирали, я делала видео по этой теме. И сейчас я просто дальше, чем больше проходит времени, чем больше они вводят вот этих вот названий, тем больше я убеждаю, что они нам таким образом сообщают о повестке. Так вот, в 22-м году, когда самая острая была тема войны на Украине, шел, ну, по крайней мере, нам сообщали о субварианте Кракен. Потом, вы знаете, что-то стихло после того, как они провели перфорацию. Далее, недавно нам сообщили о субварианте Перола. Я вам рассказывала значение этого термина. Это с испанского наречия переводится как мужской половой орган, причем в грубой интерпретации. И вот вчера я прочитала о еще новом субварианте, который называется в честь греческой демонессы, ну, богини демонессы, богини ссор и конфликтов. И этот термин Эрис, то есть сейчас уже пришел новый субвариант Эрис. Смотрите, была война, да, реально, Кракен. Потом Перола, и я думаю, что это отсылка к трансгендерной повестке. Потому что, ну, особенно на Западе эта тема актуальна. Сейчас Эрис, конфликт, раздор. Ну, то есть мы будем видеть массовые разрывы отношений между странами. Например, Нагорный Карабах, это из последнего. Тоже все перессорились, переругались. Дальше даже между Зеленским и Западом не все так гладко. Постоянно ему приходится выбивать финансирование. Постоянно идет критика администрации Байдена в Канаде, ой, в Америке и Трюдо в Канаде. Ну, это основные страны, которые оказывают поддержку, финансовую поддержку Украине. Так что я думаю, что Эрис, субвариант Эрис, это обозначает массовый конфликт всех со всеми. Напишите, пожалуйста, что вы думаете. Ну, а насчет тряпочного режима он не бывает без, соответственно, перфорации. И на Западе, в Европе, в Америке уже народ потихоньку, ну, кто продолжает в это верить, потихоньку пошли на четвертый, там, не знаю, четвертый или пятый раз. По-моему, три было обязательно, по три раза прошли. Вот сейчас четвертый. Подписано на одного блогера, фермера. И вот одно из его последних видео, он рассказывает, что уехал с фермы, отправился в город, чтобы получить бустер. И он такой довольный, счастливый, выходит после этого бустера и говорит, such nice people, какие приятные люди, как я рад, что я это сделал. Так что все равно остается довольно большое количество людей, которые придерживаются этой повестки, продолжают выполнять эти процедуры. Ну, я знаю, что среди моих подписчиков таких, я надеюсь, что нет. Ну, я знаю, что их, если они есть, то их немного. В основном, конечно, среди моих подписчиков таких нет, друзья. Поэтому давайте продолжать вести информационную работу, потому что, как мы много раз обсуждали, все держится на молчаливом согласии большинства. Пожалуйста, насчет ЖКХ смотрите первую-вторую часть курса по ЖКХ по мировому районному судам. Я все подробно объясняю, полностью во всех деталях. И прежде чем мне писать с теми же самыми вопросами, которые я освещаю в этих видео, просмотрите, пожалуйста. И после этого можете уже мне по конкретным каким-то документам писать. Шаблоны заявлений вы можете приобрести у меня, написав мне по контактам, которые указаны, опять же, под этим видео. Да, действительно, сейчас они выбивают из народа через ЖКХ, через налоги, штрафы, другие поборы. Друзья, ну, необходимо все равно оказывать противостояние. И в конце концов, когда вы встаете на этот путь и не сворачиваетесь с него, вы в итоге добиваетесь успеха. Нужно просто... никто не говорил, что будет легко. Нужно просто идти и никуда не сворачивать, и отстаивать свои права и законные интересы. Друзья, делитесь моими видео. Спасибо, что смотрите. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok